Позывной башни Близнецы Тайна пилота пропавшего малайзийского Боинга Позывной башни Близнецы Тайна пилота пропавшего малайзийского Боинга 8 часов AP Photo, Роб Гриффифф Новозеладского самолета P-3 Orion Участвующего в поисках пропавшего Боинга MH370 В водах Индийского океана AP Photo, Роб Гриффифф Москва, 8 Мария Новости, Ксения Мельникова Пять лет назад с радаров пропал Боинг-авиакомпании Malaysia Airlines Следовавший с Куала-Лумпура в Пекин На борту находились 239 человек Всех признали погибшими Однако ни останков, ни самого лайнера так и не нашли О том, как проходила поисковая операция И почему она не дала результатов В материале РИА Новости Окутана тайнами Боинг-авиакомпании Malaysia Airlines Вылетел из аэропорта Куала-Лумпура 8 марта 2014 года В полночь 41 по местному времени 20.41 МСК 7 марта Через 6 часов он должен был приземлиться в Пекине На борту находились 239 человек Включая 12 членов экипажа В основном китайцы, малайзийцы и тайваньцы Ничто не предвещало беды За 10 дней до рейса самолет прошел полную проверку Стояла хорошая погода На борту все было спокойно Экипаж не отправлял тревожных посланий Через 40 минут после взлета лайнер исчез с радаров AP Photo Joshua Paul Авиакомпании Malaysia Airlines В аэропорту Куала-Лумпур AP Photo Joshua Paul Самолеты авиакомпании Malaysia Airlines В аэропорту Куала-Лумпур Впоследствии выяснилось, что все было сделано с задержкой Почему-то диспетчеры Хошиминой сообщили, что самолет не вошел в их воздушное пространство лишь спустя 20 минут после его исчезновения с радаров, а не в течение двух минут, как того требует регламент Заопоздало среагировала и сама авиакомпания Malaysia Airlines Объявившая чрезвычайную ситуацию через 5 часов после последнего контакта с экипажем В результате спасательную операцию развернули лишь спустя 10 часов после пропажи авиалайнера Представители 26 государств, чьи пассажиры находились на борту, спешно отправили на поисковую операцию военные и рыболовецкие суда и вертолеты 25 сентября 2018 года, 4.27 National Geographic Воссоздал смертельную спираль пропавшего рейса MH370 Пробовали все подряд Пытались определить местоположение воздушного судна даже по сигналам смартфонов, принадлежавших пассажирам, но безуспешно Вскоре недалеко от побережья Вьетнама обнаружили нефтяные пятна, а через некоторое время и обломки Как ни странно, к пропавшему самолету все это не имело никакого отношения Масштабы поисковой операции расширялись, но результатов не приносили Спасатели сутки напролет прочесывали море и сушу Зацепок не было Выдвигались все более неожиданные версии произошедшего AFP 2019 Усайс Брэдли Дарвил Пропавшего самолета Malaysian Airlines В Индийском океане AFP 2019 Усайс Брэдли Дарвил Поиск пропавшего самолета Malaysian Airlines В Индийском океане Одна из основных взрыв на борту Это объясняло отсутствие заметных обломков Но возникали другие вопросы Почему взрыв не засек ни один спутник Не сбрасывали со счетов и возможность угона лайнера Так, выяснилось, что два пассажира проникли на борт по украденным паспортам У итальянца Луиджи Моральди и австрийца Христиана Кацеля Похитили документы в Таиланде в 2012-2013 годах Но это тоже не было связано с катастрофой По документам европейцев летели два иранца Рассчитывавшие осесть в Евросоюзе Что удалось за это время? Операция по поиску рейса MH370 Уже названа самой масштабной за всю историю авиации В общей сложности на нее потратили свыше 150 миллионов долларов За пять лет обнаружили шесть фрагментов корпуса лайнера Первый нашел мусорщик в июле 2015-го на острове Рюнионе В четырех тысячах километров от предполагаемого места падения По его словам, ему попадались также чемоданы и кресла Похожие на авиационное Но он все это сжигал, как и весь мусор А о пропавшем самолете мусорщик ничего не слышал Поскольку не смотрит телевизор 30 июля 2018 года, 11.29 В Малайзии раскрыли новые детали дела пропавшего лайнера MH370 Еще по паре обломков обнаружили на побережье Мазамбека, Маврикия и на пляже Бьюар Власти признали, что это действительно фрагменты пропавшего самолета Родственники погибших пассажиров неоднократно жаловались на международную следственную группу И попробовали организовать собственные поиски Запустили компанию на краудфандинговой площадке по сбору 5 миллионов долларов Однако собрали чуть больше 100 тысяч долларов И этого хватило лишь на несколько месяцев расследования Которое, впрочем, тоже ни к чему не привело AFP 2019 Lucas Murray Изучают обломки самолета, найденные в Сиан-Эндре, Реюнион AFP 2019 Lucas Murray Полицейские изучают обломки самолета, найденные в Сиан-Эндре, Реюнион Причем здесь пилот? Международная следственная группа опубликовала в прошлом году итоговый отчет на 1500 страницах Признав, что полной ясности по-прежнему нет Но есть доказательства того, что было совершено противоправное вмешательство В результате чего перестали работать системы связи и самолет был развернут вручную Лайнером управляли командир воздушного судна 53-летний малайзиец Захари Ахмад Шах, налетавший 18,5 тысячи часов, и 27-летний второй пилот Фарикап Намид, для которого этот рейс был проверочным В адрес Захари звучали разные обвинения Бывший канадский руководитель Бюро безопасности на транспорте Лэй Ревенс предположил, что первый пилот совершил самоубийство и вместе с собой погубил остальных пассажиров и членов экипажа Австралийские специалисты выдвигали гипотезу, что командир корабля пытался запутать авиадиспетчеров Дескать, для этого он отключил системы обнаружения и ввел самолет на границе зон ответственности Таиланда и Малайзии, считающейся слепой зоной А возле малайзийского штата и вовсе сделал ненужный крюк, будто прощаясь с домом, в котором родился Официально эту информацию никто не подтвердил 30 июля 2018 года, 13 часов Китай надеется, что все стороны продолжат выполнять работу по делу MH370 Как рассказал РИА Новости генеральный директор МК и безопасность полетов, член Всемирного фонда безопасности полетов ФСФ Сергей Мельниченко, пилоты не признаны виновными, нет достаточных оснований Но командир экипажа личность действительно любопытная Своими руками он собрал специальный тренажер, на котором в подвале дома тренировался управлять воздушным судном Заложенный в тренажер маршрут совпадал с рейсом MH370 Позывной Захари был Туин Тауэрс 777, башни-близнецы 777 Многие его знали как человека, на которого можно положиться, кто даст хороший совет в сложной жизненной ситуации Интересно, что он поддерживал оппозицию в Малайзии За год до исчезновения самолета там были выборы, оппозиция проиграла В интернете есть его фотография, на которой написано 13 июня конец демократии У него был дальний родственник, один из лидеров оппозиции, говорит эксперт Но самое интересное, что мы обнаружили, мусульманин Захари стал атеистом Для мусульман это более серьезный шаг, чем для христиан Слишком много загадочного в личности командира данного судна, признает Мельниченко И добавляет, что незадолго до полета Захари передал дочери, которая живет в Австралии, крупную сумму денег В ближайшие годы он собирался на пенсию и, возможно, планировал построить дом где-нибудь поблизости Индийские школьницы во время молитвы по пропавшему самолету авиакомпании Следовавший с Куала-Лумпура в Пекин Индийские школьницы во время молитвы по пропавшему самолету авиакомпании Следовавший с Куала-Лумпура в Пекин По мнению эксперта, в расследовании слишком много нестыковок Еще в 2017 году малайзийскому правительству должны были отдать два новых найденных обломка Которые находятся в распоряжении правительства Мадагаскара Их собирался вручить почетный консул Малайзии на Мадагаскаре Как только об этом стало известно, консула убили Непонятно, связано ли это с исчезновением самолета А обломки до сих пор на Мадагаскаре Неужели Малайзии они не очень интересны? Удивляется Мельниченко Генеральный директор МК и безопасность полетов также обратил внимание на то, что в плане полета и окончательном докладе указаны разные запасные аэродромы для данного рейса в Китае Бесследное исчезновение авиалайнера с 239 пассажирами и членами экипажа на борту остается неразгаданным Подводит итог Мельниченко Хотя расследование длилось пять лет, эксперты так и не смогли ответить на два главных вопроса Что и где случилось с самолетом